Привет, с вами Старпер и в последнем обновлении Dead Cells случилось то, чего никто не ожидал и о чем нет ни слова в патчноутах. И даже больше случилось то, чего на мой взгляд не должно было случиться. После многочисленных провальных попыток не всрато понерфить отдельные слишком сильные виды оружия и найденного пару лет назад по-настоящему удачного решения как это сделать, разработчики по какой-то причине решили от него втихаря отказаться, что в очередной раз поставило и так хрупкий баланс Dead Cells с раком и вернуло в игру имбовейшие сборки. Короче, сейчас расскажу обо всем подробнее, но сначала, господа, не откажите себе в удовольствии порадовать старика подпиской на канал, а если у вас есть желание и возможность поддержать меняемый контент, то вы можете стать спонсорами на Boosty, за что я буду очень благодарен. Все ссылки в закрепе, а теперь к делу. На некоторых ринжовых пушках в детском топорике, бумеранге, луке, хакута и дживилине стояла блокировка мутации боеприпасы. С перечисленным оружием оно просто не работало. И это было отличным решением, ограничивающим неадекватную силу конкретно топорика и бумеранга. Тем более, что на них по-прежнему можно было наролить Афикс плюс один боеприпас, что компенсировало нерв. Сначала эта возможность была и у пушек качество S, затем Афикс перешел в разряд легендарных и стал гарантированным на L-ках. Но теперь этого ограничения нет. Почему его убрали пьяхэзэ? Вернут ли обратно пьяхэзэ? Багата или фича пьяхэзэ? Ну что я знаю точно, так это то, что теперь после тюремных камер вы можете взять боеприпасы, уже на второй локе получить двойные топорики или бумеранги и дальше проходить забег фейс-роллом, совершенно не запариваясь ни при зачистке лок, ни во время боссфайтов. А получив легендарный бумеранг или топорик в награду за безупречное убийство босса или в расколотых святилищах, можно смело доверить управление 6-месячному брату, сестре, 100-летней бабушке или даже домашнему хомячку, никогда ранее не игравшему в Dead Cells, справятся даже они. Легко. Ну и давайте покажу по сборке на каждую пушку, чтобы вам было еще проще. Начнем с топориков. В слотах оружия только он, никаких метательных ножей и прочего не понадобится. Слоты навыков, темная сила и что угодно на ваш вкус. Первая мутация боеприпасы, вторая мутация без пощады, третья мутация в упор. Если набрали легендарных топориков, то у вас может появиться желание закинуть еще один в акрорюкзак. Но это сомнительное решение. Ну, то есть, да, оно прикольное концептуально, потому что увеличивает количество швыряемых топориков, но с точки зрения эффективности оно так себе. Прежде всего потому, что вы не управляете топориком из рюкзака и не можете вернуть его обратно по своему желанию. А это чревато поломкой анимаций боссов и сопутствующими малоприятными штуками вроде получения по щам. Эта сборка простая, прямо линейная и нереально эффективная. Бегите вперед и ломайте всем лица, 99% мобов на локации не успеют даже пикнуть, не говоря о том, чтобы атаковать вас. А на боссах, ну, огромный урон топориков сломает любого из них. Короче, это имба. Намного более зрелищная, такая же чудовищно эффективная и чуть-чуть более сложная в обращении сборка через бумеранги. Слоты оружия, только бумеранг. Слоты навыков, темная сила и, ну, пусть будет филинг. Первая мутация боеприпасы, вторая мутация общая связь, третья мутация беспощады. Если вдруг вы забыли, то в 34 обновлении общая связь получила реворк и фактически баф. Если раньше она объединяла только тех мобов, в которых застряли ваши снаряды, то теперь общая связь накидывает метку любой ранжовой атакой. И в сеть объединяются именно мобы с метками. Проще говоря, раньше вы атаковали пачку врагов и снаряд застревал только в первой цели, даже с аффиксом на пробитии урона по второму и следующим врагам. И связь работала только на первого моба. Сейчас вы кидаете метки каждому получившему ранжовый урон врагу. И когда вы атакуете их скопление бумерангами, прошивающими всех по умолчанию, то общая связь начинает работать незамедлительно. От первого моба в куче до последнего. И это просто офигенно. Единственная сложность игры с бумерангами, это привычка доджи ролить вперед, из-за чего вы можете подобрать их раньше времени. Но здесь нужно просто привыкнуть, и все будет четко. Ну и последний вариант сборки, вы не поверите, это и бумеранг, и детский топорик одновременно. Сразу обе пушки в пуле позволяют вам прямо по ходу забега выбрать, с чем вы хотите завершить его, и добавят ему некоторой вариативности. Я завтра залью на канал полный забег в этой сборке без комментариев, чтобы вы посмотрели на что она способна, а сегодня вечером побегаю с ней на стриме. Так что залетайте посмотреть, думаю будет весело. Господа, меня без понятия, собираются разработчики исправлять текущую ситуацию, или все это было сделано намеренно, поэтому крайне рекомендую ловить момент и пробовать эти сборки как можно скорее. А то вдруг разрабы в кои-то веки решат поправить свои косяки. Если это конечно косяки. На этом у меня все, спасибо что досмотрели до конца, и огромное спасибо всем, кто поддерживает меня и мой контент деньжищами, будь то донаты или спонсорство на Бусти. В особенности Аксалотлю, Джонни, Владисею, Реалспиру, Циннику, Диме Нищета, Арксулу, Дабл Джи и Ване Балдору. Подписывайтесь на мои каналы, залетайте в соцсети, если нравится, что я делаю и хотите поддержать, становитесь спонсорами тоже. Все ссылки в закрепе, с вами был Старпер, всем счастливо и хороших забегов.